Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и с каждым днем у нас все больше и больше, в чем я вам очень благодарна и признательна. Начиная с этого видео, я открываю новый раздел на своем канале, в котором буду делать сравнительный анализ колод, которые были созданы или тем самым автором, или имеют похожий изобразительный ряд или сюжет. Я это делаю, потому что лично мне такие видео помогают определиться с конкретной колодой, если есть большой выбор похожих колод. Прошу прощения за тавтологию. К сожалению, таких обзоров на ютубе немного, а моя коллекция карт на данный момент состоит из 70 колод. И, честно говоря, мне есть чем с вами поделиться. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео обзоры. В этом видео, как и обещала ранее, делаю сравнительный анализ двух колод от издательства US Game Systems, Тару Ворона и Тару Мудрой Собаки, автором коих является Марго Джонс, которая известная всем как Эмджейн Кулинейн. Примера Тару Мудрости Собаки состоялась 11 февраля 2021 года, а Тару Ворона 4 января 2019 года. И маленький спойлер. Ходит сплетня по ютубу, что в конце этого года должна выйти на рынок масс-маркета еще ее одна колода. Guardian of the Night, Тару Хранителей Ночи. Насколько это является правдой? Честно говоря, затрудняюсь ответить, ведь такой информации на официальных сайтах издательства и автора я не нашла. Ну а мы возвращаемся к нашей колоде. Карты в обоих случаях поставляются в прочной и твердой упаковке, которые состоят из двух частей. Коробка собаки немножко больше, но и вместе с тем крышка не так плотно прилегает, как Тару Ворона. Давайте посмотрим. Друзья, для минимизации количества официоза текста колоду мудрости собак буду называть дальше Тару собаки. Едем дальше. Инструкция. Все как по классике. Вступление, интерпретация старших и младших арканов. В конце расклад и информация об авторе. Не вижу смысла более подробно останавливаться на МБК. Как я говорила уже ранее в одном обзоре на Тару собаки, что в этой колоде мне не нравится рубашка. Она выглядит по-детски и не очень подходит под стиль данной колоды. Итак, карты собаки немножко уже и выше. Я надеюсь вам видно. Бумага. Бумага плотная, с таким же напылением, как и Тару Ворона. Но по ощущениям, знаете, я могу сказать, что в Тару собаки этого напыления даже больше. В Тару Ворона рамки сверху и снизу более широкие. Нумерация... О, вот. Нумерация сверху, надпись снизу. В то время, как в Тару собаки нумерация и надпись внизу на чёрном фоне. Что касается стиля, художественного стиля, Тару собаки это фотографии, обработаны фильтрами, плюс коллаж с элементами наслоения. Тару Ворона также коллаж с эффектом наслоения, но присутствует больше, я бы сказала, размытости вне фокуса. Качество цветопередачи и печати на высшем уровне. Ну что ж, давайте переходить к изобразительному ряду обеих колод. Дурак, маг, верховная жрица, императрица, император. Иерафант, влюбленные, колесница, сила, отшельник, колесо фортуны. Справедливость, повешенный, смерть. Очень похоже, если не брать во внимание, что в одной колоде собака, а в другой ворон. Умеренность, дьявол, башня, звезда, луна. Солнце. Суд. Мир. Мечи. Мечи. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. Пятерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Посмотрите и снова похоже. Девятка мечей. Девятка мечей. Девятка мечей. Королева мечей. Королева мечей. Королева мечей. bulldocht, me. Четверкаю. Четверка мечей. Четверка кубков, пятерка meditating, шестерка кубков, семерка кубков восьмерка кубков девятка кубков десятка кубков паш кубков рыцарь кубков королева кубков король кубков жезлы туз жезлов двойка жезлов тройка жезлов четверка жезлов пятерка жезлов шестерка жезлов семерка жезлов восьмерка жезлов девятка жезлов десятка жезлов паш жезлов рыцарь жезлов королева жезлов король жезлов пентакли туз пентаклей двойка пентаклей тройка пентаклей четверка пентаклей пятерка пентаклей шестерка пентаклей семерка пентаклей пентаклей восьмерка пентаклей девятка пентаклей девятка пентаклей десятка пентаклей паш пентаклей рыцарь пентаклей рыцарь пентаклей королева пентаклей король пентаклей ну что ж подводя итоги можно сказать что обе колоды исполнены в том самом художественном стиле но вместе с тем и дают разный эффект я затрудняюсь сказать какой стиль лучше оба для меня хороши по-своему отпишитесь какая колода вам больше понравилось какой бы приобрели поделитесь своими впечатлениями спасибо что досмотрели до конца всем хорошего дня пока пока